Друзья мои, всем привет! Рада видеть вас сегодня на своем канале. С вами Ольга Придухина. И давайте сегодня поговорим о том, как понять, что есть проблемы с опущением влагалища. Вопрос, который задают многие женщины. Сейчас тема, связанная с подтеканием мочи, с опущением влагалища, с различными процедурами, интимными пластиками, пользуется особой популярностью. И давайте сегодня обсудим, как же вы в домашних условиях можете понять, что да, с влагалищем что-то произошло не то, есть какие-то проблемы и главное, что с этим делать. Друзья мои, я очень рада видеть каждого из вас сегодня на своем канале. Обязательно подписывайтесь на мой канал, делитесь вашим мнением, задавайте интересующие вас вопросы. И в следующих видео мы обязательно разберем самые часто встречающиеся и волнующие вас вопросы. Ну что, давайте разбираться. Действительно, проблема, связанная с опущением влагалища, ну, никто из женщин от этой проблемы, к большому моему сожалению, не застрахован. Да, и конечно же, учитывая, что некоторые женщины достаточно много раз рожают и вынашивают беременности и носят различные тяжести, это все в совокупности влияет на опущение влагалища. И, конечно же, многие все-таки женщины отмечают дискомфорт и приходят к гинекологу и говорят, слушайте, у меня что-то изменилось, у меня что-то опустилось, у меня какие-то неприятные ощущения, часто болезненные, сухо-слизистые беспокоят и так далее. То есть, такой большой симптомокомплекс проблем, с которыми приходит женщина. И мы уже начинаем постепенно-постепенно разбираться, с чем же еще это может быть связано. Так вот, как же самостоятельно определить? Ну, во-первых, вы можете почувствовать рукой, да, безусловно, что есть какие-то изменения. Дальше вас будет беспокоить подтекание мочи. Эта проблема достаточно часто встречается, что как только вы засмеялись, вы поднатужились, появились какие-то эмоции, да, чуть-чуть что-то переменилось именно с диафрагмой, что-то, соответственно, происходит непроизвольное мочеиспускание. И вот с этой-то проблемой часто женщины и приходят, что вот у меня есть такая проблема. Начинаешь спросить, ты живете ли вы сексуальной жизнью? Говорят, нет, мы не живем, соответственно, никаких там у меня контактов нет и больше, в принципе, меня ничего абсолютно не беспокоит. Только часто жалуются вот именно на подтекание мочи. Как же можно самостоятельно определить, если вы не чувствуете, в принципе, никаких изменений? Обычно часто при половой жизни чувствуется болезненность, какие-то небольшие кровенистые выделения, какие-то дискомфортные выделения. Вот здесь уже можно заметить, да, эти проблемы. Если вы ничего абсолютно не чувствуете, ничего вас не беспокоит, то, скорее всего, у вас будет все нормально. Можно прийти к гинекологу и спросить у гинеколога, чтобы он посмотрел и сказал, все ли у вас действительно хорошо. Также, поскольку у нас тема заявлена, как самостоятельно определить, все-таки есть рекомендации, какие? С помощью зеркала можно определить, есть у тебя опущение влагалище или нет. Соответственно, ну, досконально рассказывать не буду, как это делать. Я думаю, что каждый из вас понял, о чем идет речь. То есть берете зеркало и свои половые губы, свое влагалище в зеркале осматривать. Если вы видите, что половая щель не закрывает полностью, ой, почему половые губы, половую щель, то есть приоткрытый, что-то такое выпадает. То есть попробуйте набрать воздух, выдохнуть, вдохнуть. Соответственно, поднатужиться, посмеяться. Если есть что-то, выделяющееся из вашего влагалища, то, скорее всего, у вас как раз-таки есть проблемы с опущением влагалища. И здесь есть рекомендация обязательно обратиться к гинекологу для того, чтобы дальше уже смотреть и разбираться, что с этим делать. На сегодняшний день есть методики, которые действительно помогают с этой проблемой бороться. Но самостоятельно вы можете использовать гимнастику Кегеля. Как бы вы к этому ни относились, но гимнастика Кегеля очень эффективная. Одно время и сейчас продают различные тренажеры, которые по смыслу своему точно такие, оказывают такое же воздействие, как и гимнастика Кегеля. Только здесь вы самостоятельно сжимаете мышцы промежности, а при тренажерах вы, соответственно, влагалища помещаете шарик или какой-то там предметик и, соответственно, держите. Но смысл тот же самый, что вы работаете мышцами промежности, то есть вы их тренируете. Здесь именно важен подход, это ежедневная работа, то есть ежедневно вы делаете эти упражнения и тогда действительно вы почувствуете результаты. То есть ежедневно, не так, что сегодня поделали, завтра не поделали. Особенно, если после родов очень хорошо эти упражнения помогают, через месяц, там два, если были сложные роды, можно активно начинать их выполнять. И тогда, конечно же, результаты будут хорошие, да. И пренебрегать этой гимнастикой не надо, то вы все мышцы, соответственно, тренируете, кроме мышц влагалища. Сейчас про это очень много говорится. Также интимная пластика очень хорошо помогает, но именно работает все в связке и все в совокупности. Также, дорогие женщины, специально для ваших мужчин я разработала специальный комплекс, называется мужская мощь. В его состав входят только натуральные витамины, микроэлементы, которые оказывают потрясающее воздействие на мужское здоровье. В составе витамин С, селен, цинк, витамин Д3, экстракт, джиншеня и йохимбина. В совокупности оказывает потрясающее воздействие на твою потенцию, эрекцию, либидо и улучшают сперматозоиды. Оказывает укрепляющий и тонизирующий эффект на весь мужской организм. Кстати, многие женщины уже купили своим мужчинам и отмечают потрясающие эффекты. Поэтому заказывайте, пробуйте. Первая ссылка в описании под этим видео. Делитесь отзывами и я буду очень рада вам помочь. Я вам желаю всего самого наилучшего. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok